Без малого 8 утра, а в классах лицея номер один уже собираются ребята. Сегодня у них важный день. Радостное объятие при встрече, последнее приготовление. Необходимо не только правильно закрепить ленточку, но и выглядеть опрятно. Хотя за это можно не волноваться. Все ребята сегодня на высоте. На столах цветы и выпускные альбомы. Сегодня их день. День последнего школьного звонка. Первая строчка, самое хорошее учреждение образования Бреста, это сразу выбивает лицея. И в лицее настолько хорошая атмосфера, что когда я сюда попала, я ни капельки не пожалела. Тут очень хорошие учителя, очень душевные люди. И в принципе, вообще очень все хорошо. Мне все нравится. С одной стороны, ощущается радость, потому что целый путь в 11 лет пройден не зря. А с другой стороны, очень грустно, потому что придется расставаться с дорогими людьми. В лицее очень много хороших людей, чудесные учителя. И также царит сказочная атмосфера, как на пушкинских балах, так и каждый день организовываются интересные мероприятия. Елизавета и Дарья, как и их одноклассник Игорь Тикумс, учащиеся информационно-технологического профиля. Ребята в будущем планируют связать свою жизнь с IT-технологиями. И готовятся к поступлению основательно. В лицее очень весело. Много различных мероприятий. Учитывая, что я пришел из простой деревенской школы, для меня это было в новинку. В лицее очень весело. Хороший педагогический состав, который хорошо тебя подготавливают как к ЦТ, так и к устным экзаменам, которые по целевому в этом году сдаются. И в принципе, уровень подготовки на высшем уровне. Торжественная линейка традиционно проходит у центрального входа в лицей. Сегодня здесь 147 ребят. Они обучались по семи направлениям. От экономики и IT к биологии и филологии. Победители районных, областных и республиканских предметных олимпиад. Это 33-й выпуск учреждений образования. Всего же Пушкинский лицей в свое время закончили порядка 5000 ребят. Сегодня 147 ребят оканчивают лицей. Обучались по семи направлениям обучения. Физмат, информатики-технологи, химики-технологи, химики-биологи, филологи, гуманитарии и экономисты. На сегодняшний день палитра направления обучения в лицее достаточно широка. Есть возможность получить отличную подготовку к любой специальности в учреждениях высшего образования. Добрые слова в адрес своей альма-матер, песни, парад победителей и, конечно же, трогательный вальс. Сегодня присутствуя на линейке, я понимаю, что нам есть кому передать свой опыт и свое желание трудиться и развивать нашу страну. Поэтому ребята сегодня умницы. Вы видите и слышали, сколько сегодня медалистов, сколько сегодня лауреатов и стипендиатов конкурсов, как республиканского и областного уровня. И сегодня это те, кто подхватят, я думаю, и продолжат то начинание, которое сегодня есть и заложено в нашем городе. В добрый путь во взрослую жизнь сегодня проводили и 50 одиннадцатиклассников средней школы номер 18. Это ученики двух профильных классов с углубленным изучением истории Беларуси и обществоведения, а также английского языка и информатики. Дети работоспособные, трудолюбивые, с багажом знаний, с огромным количеством в копилке достижений, с огромным количеством побед. Всего ими завоевано за этот учебный, только за этот учебный год 35 побед в различных конкурсах и олимпиадах. Это ребята, которые нацелены на будущее, нацелены на успех, устремленные, с которыми очень было легко работать, потому что они видят свою цель, они хотят ее достичь, и мы всеми силами в этом им помогали. Учителя, врачи, инженеры и IT-специалисты. Каждый из этих ребят уже определился, с какой рабочей стезей хочет связать свою жизнь. Волнительно. Как-то за 11 лет привыкла к своему классу и плакали очень сильно. Расстаемся. Кто-то уезжает в другие страны, кто-то в другие города. И, конечно, надеемся, что мы очень часто будем с ними видеться, потому что очень сильно привыкли к друг другу. Я иду в медицинский. Все-таки мне туда больше тянется, мне это интересно. В Минске буду поступать в медицинский. Я обучаюсь в профиле английской информатики, поэтому это очень актуально как и для профиля, так и для меня лично. Мне очень интересно это направление. В этом году я вместе с другом создал проект «Виртуальная экскурсия по Брестской крепости». Вместе с этим проектом мы ездили на различные конференции, выступали и занимали в основном призовые места, первые и вторые места. Поэтому за этот год я заработал большое количество дипломов и сделал свой большой крупный проект. Я еще не до конца осознала, что уходим из школы. Пошли здесь 11 лет и от сознания, что в сентябре мы уже не вернемся сюда, мы пойдем уже в новые университеты. Кто-то, возможно, пойдет в другое место, кто-то, может, не получит высшее, кто-то не поступит, кто-то поступит, исполнит свою мечту. Так странно осознавать, что мы все уже почти взрослые люди, мы все уже выбрали свое будущее и скоро мы уже станем ближе к нему. Я хочу поступить на локопедию. Для меня это очень… Мне интересно работать с детьми, мне интересно видеть себя в этой профессии в будущем. Мне кажется, что для меня это подходящая работа. Впереди у этих ребят множество страниц жизни, которые они заполнят яркими эмоциями и событиями. И только от них зависит, каким будет их путь во взрослой жизни. А сегодня у них праздник и звучит последний школьный звонок. Продолжение следует...